Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом борьбы со стрессами. Стресс это самый вредный фактор для нашего организма, я имею ввиду негативный стресс. Три недели назад я пережил стресс, пока что в моей жизни ничего ужаснее не было. И хочу поделиться с вами своим опытом, своими соображениями, как я с этого выходил и буду выходить дальше. Часто бывает так, что пережив какой-то сильный стресс, кто-то умер, кто-то заболел, что-то украли, что-то отжали. После таких событий люди часто ломаются и у кого-то пропадает аппетит, у кого-то появляется огромный аппетит, кто-то высыхает просто на глазах, кто-то набирает много килограмм лишнего веса, параллельно идет масса болячек и спустя время человека просто не узнать. И чем дольше человек в себе это носит, тем сильнее его съедают последствия стресса. У меня три недели назад украли дочь. Просто я шел с ней со школы, налетела толпа гопников из пяти человек в черной тактической одежде, подготовленных крепышей. Была наружка, они отвлекли меня телефонным звонком, подговорив хозяйку квартиры, у которой я арендовал. Дальше как будто по сценарию отработали свои роли полиционеры и пограничники. Я уверен, что им хорошенько за это проплатили. И получается, что я иду по улице, разговариваю по телефону, пять крепышей кладут меня лицом в землю, выпрыгивая из кустов. В этот момент выдергивает мою дочь, сажает в машину. Кто ее выдернул, лица я не видел. Возможно, это была моя бывшая жена, возможно, это были сообщники. И дальше приезжает полиция, меня пакуют в наручники, в то время как мою дочь вывозят в неизвестном направлении. Дальше я все это активно разруливаю и через три дня ее вывозят за границу. На границе, я тоже уверен, что хорошенечко проплатили, потому что такая серия незаконных действий со стороны органов власти и такого предательства синхронного я точно не ожидал. И за первые пять дней после того, как это случилось, после того, как у меня украли дочь, я потерял 7 килограмм мышц. Не жира, а именно мышц. Фотографии, каким я был до этого и после, я вам покажу. То есть в моем случае было, что я мало спал, много предпринимал активных действий, аппетит практически напрочь куда-то ушел, я что-то периодически ел, что попало. Плюс ко всему компашка этих гопников оставило мне сотрясение мозга. Обычно стрессы довольно легко решаются при помощи бега и физических нагрузок, но когда ты в стрессе, когда случилась какая-то жестокая фигня, меньше всего хочется думать о физкультуре, о том, о прогулках, о всем этом. Ну и на фоне сотрясения мозга особо не потренируешься. Дальше я пытался заставить себя что-то поесть, но это было довольно-таки сложно. Через три недели после случившегося я дошел до такого состояния, что я могу выйти на кухню, я забыл, зачем я туда пришел, начинаю что-то делать, забываю, что я вот такое, то есть в таком тумане и вроде бы стараешься спать, но сон вообще не идет, вроде бы что-то пытаешься делать, включать силу воли, потом начинаешь теряться. В общем, такое непонятное состояние, кто был в таком состоянии, тот знает, что одной силой воли это не вырулить. В итоге я понял, что нужно поднимать свои старые наработки по борьбе со стрессом и возвращать свою жизнь в тренировки и правильное питание. Огромных усилий воли мне стоило просто дойти до зала, я забыл половину вещей, которые мне нужны были в зале, оформил абонементом, прошел пару этажей по ступенькам, в дикой одышке. Когда я получил этот абонемент, я понял, что я забыл там полотенце, принадлежности для душа, одежду, в которую я переоденусь, там запасные носки и другие гигиенические причиндалы. В итоге я загнал себя на тренировку, провел ее уже как есть, сразу же сходил в баню и после этого, до и после, это просто два разных человека. Хотя из зала я выходил, то есть я просто одел штаны, одел ботинки и куртку на голое тело, потому что переодевашку я забыл. Но вот благодаря тому, что я заставил себя дойти до зала и провести эту тренировку так, как есть, потому что я вот дошел бы я до зала, там понял, начал бы тренировку, понял, что у меня половины вещей нет, потом дошел бы домой, чего-то бы не было, что-то надо было бы купить и в итоге это могло бы затянуться еще до бесконечности. То есть очень важно вот буквально взять себя за шкуру, у кого длинные волосы, можно взять себя за волосы и дотянуть себя до зала любой ценой. Дальше, в зале что нужно делать? Бегать, как можно больше бегать. Тренировки от тех, что у вас были до стрессов, скинуть можно 30%, можно даже половину скинуть, что угодно поделать в полную амплитуду по 3-4-5 подходов. Можно с маленькими весами, то есть в идеале прокачать все мышцы легкими весами в полную амплитуду. Побегать до тренировки, побегать после тренировки. То есть я бегал 2 км до тренировки и 3 км после в качестве заминки и разминки. Дальше помогла баня и получилось что? То есть эти все действия стимулируют обновляться кровь. Это выводит все плохие гормоны, которые влияют на наше самочувствие. И потом я провел еще одну тренировку на следующий день. До первой тренировки и после второй тренировки это просто 2 разных человека. То есть уходят плохие мысли, ты знаешь что делать, у тебя много энергии, у тебя появляется аппетит, тебе не нужно запихивать в себе еду, потому что даже если аппетита нет, ты можешь запихивать в себе еду, это будет бесполезно, она не будет перевариваться, соответственно, это будет бестолку. И реально жизнь начинает налаживаться. Дальше что нужно сделать? Нельзя ни в коем случае бросать тренировки, потому что тренировки в таких ситуациях это жизненно необходимо. Ну и что касается источника проблемы. То есть в случае со мной это не несчастная какая-то ситуация, а тщательно спланированная, которую очень хорошо профинансировали. И дальше, то есть вам еще нужно психологически это все переварить. Если это какая-то случайность, какой-то несчастный случай, и виновных нет, и изменить ничего нельзя, то это одна история. Как это разруливать, решите сами. Если же это тщательно спланированные действия, чьи-то в моем случае очень серьезно профинансированные, где есть много виновных, люди, которые это организовывали, проводили, не скрывают ни лиц, ни фамилий. Профинансировано это было семейство моей бывшей жены, а вернее ее отцом, старым КГБшником, возможно действующим ФСБшником. Ну и дальше жизнь. Нужно понять, что жизнь не заканчивается. Нужно как-то работать, нужно общаться с людьми. И нужно решать последствия, которые остались. Что я и планирую делать. То есть я продолжаю работать в своем проекте, как я работал. Параллельно буду накручивать хвосты всем, кто к этому причастен. И что с этого получится, посмотрим. То есть видео такое получилось, как бы это сказать. Кому интересна вся эта история, это я освещаю регулярно на своих страницах в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке. И также на отдельном канале я периодически снимаю содержательные видео с доказательной базой, с документами и иными доказательствами, которые подтверждают мои слова. Поэтому если вы думаете, что у вас случился какой-то стресс, ваша проблема уникальна. Ваша проблема не уникальна. И многие люди переживали что-то плюс-минус похожее. И стресс-фактора важно как можно быстрее выпрыгнуть, как жаба из кипятка. Потому что чем дольше вы в нем остаетесь, тем сильнее вы в нем варитесь. Вот я пожил в стрессе три недели. Начались какие-то совершенно ужасные изменения. То есть я начал тереть мышцы, я начал всыхать. Вылез старый бронхит. Вы видите, у меня голос немножко поменялся, он уже начал уходить. Провалы в памяти, сложно собраться, сложно сосредоточиться. То есть если эту проблему не решить сразу, то можно бухать, можно уйти в наркотики, можно просто отупеть. Поэтому выходить из стресса можно и нужно. Делать это необходимо волевыми усилиями, планомерно, стратегично внедряя нужные действия со стороны здорового образа жизни, то есть тренировок правильного питания и делая нужные выводы в своей голове. Если вам нужен психолог, то можете взять эффективного психолога либо психотерапевта. И в любом случае проблема должна быть решена. Потому что если она не будет решена, вы превратитесь в мешок с дерьмом, вы будете обрастать болезнями и даже страшно представить, во что можно превратиться. Я видел много людей, у которых что-то случилось 10 лет назад, 20 лет назад и были молодые, харизматичные, креативные, прекрасные, а превратились в что-то такое, на что не хотелось бы быть похожими, уж точно не хочется на них равняться. На этом всё. Побеждайте свой стресс, задавайте вопросы, предлагайте темы свежих видеороликов. До новых встреч!